Сегодня Солигорская организация «Дети в беде» постоянно курирует 39 детей, среди которых как малыши, так и подростки. Все они были приглашены на новогодний праздник. Посетить мероприятие получилось у более чем 20 ребят с родителями. Очень здорово, что благодаря стольким неравнодушным людям этот праздник состоялся. Почему мы сделали отдельную елочку для детей? Это анкобольные дети наши. То есть у нас многие еще проходят химию лечения, потому что им запрещено посещение массовых мероприятий. Поэтому своим коллективом, дружной семьей. Поздравить ребят с праздником и вручить подарки пришло немало гостей. В роли добрых волшебников и Дедов Морозов выступили Солигорское районное объединение профсоюзов, Белорусский фонд мира, Молодежь Беларуськалия. В этом году к акциям присоединился и Белорусский республиканский союз молодежи. Чудеса и подарки должны быть у каждого ребенка, особенно в предновогодние дни. Накануне всех этих замечательных волшебных праздников все общественные объединения Солигорского района присоединились к такой акции, которая в этом году у нас проходит впервые. Появилось желание принять участие. И я смотрю, здесь Беларуськалий присоединился к этой акции. Я даже расскажу, не присоединился, а где-то выступил, наверное, одним из основных организаторов новогоднего праздника. Два года подряд мы совместно это делаем с профсоюзами при поддержке Солигорского районного совета депутатов. И очень радует, что в этом году к нам присоединился молодежь. Есть такая хорошая пословица «Один в поле не воин». И вот когда поступило Белорусскому республиканскому союзу молодежи предложение объединить свои усилия и в канун Рождества, Нового года поздравить детей, то мы сказали «да». И для нас это тоже хороший опыт работать в подобных благотворительных акциях. И, конечно, будем в дальнейшем сотрудничать и проводить совместно эти добрые дела. Но не только сладкие угощения и подарки ждали ребят. Молодежь открытого акционерного общества «Беларуськалий» подготовила небольшое театрализованное представление о том, как важно верить в чудеса. И хоть сказка-то была про ребенка, вера в чудо, возможно, взрослым нужно больше, чем детям. «Наш коллектив, трудовой коллектив «Беларуськалия» каждый год участвует в благотворительных акциях. Тысячи людей собирают денежку, чтобы подарить чудеса, подарить подарки многодетным семьям, нашим районным детским садам». Радовали детей ярким шоу «Мыльных пузырей» братья Вавиловы. Сладкий стол с кулинарными шедеврами подготовили солигорские кондитеры. Преображало детвору различных героев аквагример. В общем, праздник удался, праздник получился. И в конце мероприятия юные гости получили еще подарки от городообразующего предприятия. «Очень благодарна «Беларуськалий» делаю диалоги. Лично Наталья Маринич, это, конечно, человечек, который взял на себя огромную нагрузку по организации праздника. Конечно, не могу не упомянуть Оксану Олег Сунашу, которая у нас с самых первых дней, самых первых минут с нами. Тоже, значит, братья Вавиловы, это тоже ребятишки такие интересные, которые тоже нас нашли. И вот, которые действительно, вот такое вот четкое осознание того, что они участвуют и для чего они это делают». Вот так совместными усилиями был создан для онкодетей новогодний праздник. Но и на этом благотворительная акция не заканчивается. Копилки для сбора средств и корзины добрых дел установлены сегодня во многих торговых объектах города. А еще детей ждет 9 января поездка в Беловежскую пущу в гости к Деду Морозу.